Всем привет! Продолжаю я типа играть в Fallout и зачитывать книгу Совершенный Код Стива МакКоннелла. Поэтому крайне рекомендую, даже не поэтому, а сразу рекомендую приобрести эту книгу, потому что порой у меня зачитывание не очень получается, иногда всякие куски кода внезапно в книге появляются, и внимание, ну короче, довольно проблематично, а иногда и сложно одновременно что-нибудь и в игре делать и читать. Но такой уж этот формат. Возможно, надо будет передумать его со временем, и, возможно, у вас есть идеи, как вот в таком формате, еще, ну типа играючи, еще там что-нибудь полезное зачитывать. Возможно, у вас будут какие-то идеи, то делитесь, пишите в комментариях. Можно будет подумать и изменить формат. Формат. Итак, для начала надо загрузиться. Загрузиться. И продолжить. В прошлый раз закончили на главе 22. Тестирование, выполняемое разработчиками. Ну, сегодня продолжим. Ну, тут до конца главы не так уж и много и осталось. Не так уж и много и осталось. Что у меня тут по фоллауту? По фоллауту я бегаю, я... Фишка в том, я не могу найти 13-е убежище. 13-е убежище. Оно надо для завершения основной части. Я практически все квесты повыполнял. И в силу того, что я вот так вот зачитывал в основном книгу, я эти диалоги особо не читал. Я клик-клик-клик, вперед-вперед-вперед-вперед там... Кстати, а где моя собака? Блин, где-то собаку потерял. Короче. И не могу найти 13-е убежище. Оно, по идее, по карте должно быть вот здесь. Но его там нету. Ну, хотя я в тот квадрат не заходил, я сейчас туда зайду. Но... Ну, нету тут 13-го убежища. И ходил к тем, которые должны дать информацию о 13-ом убежище. Не дают. Короче, короче, это нечто. Что-то я провтыкал. Говорят, еще... Ну, квестину... А я ходил, кстати, к этому вестину. Надо было куда-то сходить. Так, давайте до утра. Подремаю. Он должен был дать квест на охрану Брамина. Так, я вроде охранял. Упс, упс, упс. Он что-то не хочет сейчас со мной говорить. Опачки, а что интеллекта так мало? Это, видимо, последствия принятия наркотиков. Хорошо, я подремаю до утра несколько раз. Короче, давайте продолжим. Итак, продолжим с такой подглавы. Которая называется «Протоколы тестирования». Обеспечить повторяемость процесса тестирования недостаточно. Вы должны оценивать и проект, чтобы можно было точно сказать, улучшается он в результате изменений или ухудшается. И вот некоторые категории данных, которые можно собирать с целью оценки проекта. Административное описание дефекта. Это дата обнаружения, сотрудник, сообщивший о дефекте, номер сборки программы и дата исправления. Далее. Полное описание проблемы. Далее. Действия, предпринятые для воспроизведения проблемы. Далее. Предложенные способы решения проблемы. Далее. Родственные дефекты. Далее. Тяжесть проблемы. Например, критическая проблема, неприятная или косметическая. Дальше. Источник дефекта. То есть, это выработка требований, проектирования, кодирования или тестирования. Далее. Вид дефекта кодирования. То есть, ошибка, занижение или завышение на один. Ошибка присваивания. Недопустимый индекс массива. Неправильный вызов метода. И так дальше. Дальше. Классы и методы, измененные при исправлении дефекта. Дальше. Число строк, затронутых дефектом. Дальше. Время, ушедшее на нахождение дефекта. Дальше. Время, ушедшее на исправление дефекта. Собирая эти данные, вы сможете подсчитать некоторые показатели, позволяющие сделать вывод об изменении качества проекта. Число дефектов в каждом классе. Так, а, это, 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 это у нас вот было сказано. Собирая эти данные, вы можете подсчитывать некоторые показатели. И вот, вот эти показатели, которые желательно подсчитывать. Это, число дефектов в каждом классе. Все числа целесообразно отсортировать в порядке от худшего класса к лучшему. И, возможно, нормализовать по размеру класса. Дальше. Число дефектов в каждом методе. Все числа целесообразно отсортировать в порядке от худшего метода к лучшему. И, возможно, нормализовать по размеру метода. Дальше. Среднее время тестирования в расчете на обнаруженный дефект. Дальше. Среднее время тестирования, ой, среднее число обнаружения дефектов в расчете на один тест. Дальше. Среднее время программирования в расчете на один исправленный дефект. Дальше. Процент кода, покрытого тестами. И последний тип данных, которые, или показатели, которые желательно собирать. Это число дефектов, относящихся к каждой категории тяжести. Кроме протоколов тестирования уровня проекта, вы можете хранить и личные протоколы тестирования. Можете включать в них контрольные списки ошибок, которые вы допускаете чаще всего. И указывать время, затрачиваемое вами на написание кода, его тестирование и исправление ошибок. И исправление ошибок. Так, так, так. Ну и у нас глава заканчивается. И в конце главы, как всегда, контрольный список. Контрольный список. И сейчас я его зачитаю. То есть контрольный список по тестам. Так, а что, бухла нету? Сейчас, погодьте. Просто этот солонина хотел бухла. А получается... Получается, я его все походу пораспродавал. Это я с собой возьму. Да. Думал, оно мне не надо, а оно мне надо. Ладно, сейчас я этого, может, прикуплю. Итак. Контрольный список. Тесты. Каждому ли требованию, относящемуся к классу или методу, соответствует отдельный тест? Каждому ли аспекту проектирования, относящемуся к классу или методу, соответствует отдельный тест? Каждая ли строка кода протестирована хотя бы одним тестом? Проверили ли вы это, подсчитав минимальное число тестов, нужное для выполнения каждой строки кода? Каждый ли путь определения использования в потоке данных протестирован хотя бы одним методом? Проверили ли вы код на наличие в потоке данных путей, которые обычно ошибочны? Таких как определение определения, определение выход или определение уничтожения. Использовали ли вы список частых ошибок для написания тестов, направленных на обнаружение ошибок, которые часто встречались в прошлом? Протестировали ли вы все простые ограниченные условия? Максимальные, минимальные и граничные условия с завышением или занижением на 1. Протестировали ли вы сложные ограниченные условия, то есть комбинации входных данных, которые могут приводить к слишком малому или большему значению вычисляемой переменной? Тестируете ли вы код на предмет неверных видов данных, таких как отрицательное число сотрудников в программе расчета заработной платы? Тестируете ли вы код с использованием типичных средних значений? Тестируете ли вы минимальные нормальные конфигурации? Тестируете ли вы максимальные нормальные конфигурации? Тестируете ли вы совместимость со старыми данными? Тестируете ли вы код работающий со старым оборудованием или старыми версиями операционной системы? а также интерфейсы со старыми версиями других программ. Позволяют ли тесты легко проверить результаты вручную? И ключевые вопросы. Так, и ключевые вопросы. Тестирование, выполняемые разработчиками, один из важнейших элементов полной стратегии тестирования. Независимое тестирование не менее важно, но оно не является предметом этой книги. Написание тестов до написания кода требует примерно того же времени и тех же усилий, что и создание тестов после кода, но сокращает циклы регистрации, отладки и исправления дефектов. Че? А, 65. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Не понял, о чем у меня денег нету. Как так? Ладно. Даже если учесть, что тестирование имеет массу разновидностей, его все равно следует считать одним из элементов хорошей программы контроля качества. Высококачественные методики разработки, позволяющие свести к минимуму число дефектов в требованиях и проектах, играют не менее, а то и более важную роль. Методики совместной разработки характеризуются не меньшей эффективностью обнаружения ошибок, чем тестирование. К тому же, они позволяют находить другие ошибки. Так. А что будет, если я его убью? Наверное, будут проблемы. Да. Так, опираясь на базисное тестирование, анализ потоков данных, анализ граничных условий, классы плохих и классы хороших данных, вы можете создать много тестов детерминированным образом. Методика угадывания ошибок укажет вам на некоторые дополнительные тесты. Обычно ошибки наконцентрируются в нескольких наиболее дефектных классах и методах. Найдите такой код и перепроектируйте его, и или перепишите. Для тестовых данных обычно характерна более высокая плотность ошибок, чем для тестируемого кода. Так как поиск ошибок в тестовых данных требует времени, не приводя к какому бы то ни было улучшению кода, эти ошибки более досадны, чем ошибки программирования. Избегайте их, разрабатывая тесты, столь же тщательно, что и код. Автоматизация тестирования полезна, вообще и практически необходима в случае регрессивного тестирования. Чтобы процесс тестирования был максимально эффективным, сделайте его регулярным, выполняйте его оценку и используйте получаемую информацию для его улучшения. И на этом глава 22 закончилась, и начинается глава 23, которая называется «Отладка». И сейчас мы к ней приступим. Ну а пока тут, блин, надо читать, что он говорит. Кто дрался, я не знаю. Кто-то дрался. Бац, пещера. Логово. Пещера была хорошо. Здоровенная. О! 13. Боб. Трактор. Так, подождите-ка. Ну, по идее, дальше надо клацать. Конец. Он что, получается, мне сказал, где это убежище или как? Или как? Сохранимся. Попробую еще раз потрындеть. Я такой-то. Да, будет. Я тебе рассказывал, как банксы. Нет. Дело, это был робот. А, короче, он тоже самое, да, рассказывает. Хорошо. Ну и... И... И в мыслях не было. Так, попробую сохраниться. Попробую я украсть. Потому что я это 13-е убежище правтыкал. Правтыкал. У него ничего нет. И теперь не знаю, что делать. Как бы Fallout 2, он по времени на самом деле не ограничен. Как Fallout 1. Но... Но надо было бы завершить основной квест. Чтобы потом уже идти и всех убивать. Есть убили. Но я с ним говорил. Сколько интеллекта? 7. У Вестина, походу, уже все, да. Поговорить с ним уже, наверное, не получится. Опять. Упс. Что вам надо? Да, с чем мне надо? Поговорить хотел. Поговорить. Блин, это что он вроде говорил? Охранять Брамена великого. А ну-ка. А ну-ка. Статус. НКР. Где тут? Где тут? Не понял. А, вот он. Так. Прекратить нападение на Брамена. Ну, прекратил. Блин. И той локации нет. Просто я где-то прочитал, что в той локации где-то есть какой-то такой хитрый переход. Хитрый переход в убежище 13. Так, ну ладно, давайте я тут еще пробегусь, пока я тут буду пробегаться. Продолжим. Итак, глава 23. Отладка. Отладка это процесс определения и устранения причин ошибок. Этим она отличается от тестирования, направленного на обнаружение ошибок. В некоторых проектах отладка занимает до 50% общего времени разработки. Многие программисты считают отладку самым трудным аспектом программирования. Самым трудным аспектом программирования. Но отладка не обязана быть таковой. Если вы будете следовать советам, приведенным в этой книге, вам придется отлаживать меньше ошибок. Большинство дефектов будет тривиальными недосмотрами и опечатками, которые вы сможете легко находить, читая исходный код или выполнять его в отладчике. Что до остальных более сложных ошибок, то прочитав эту главу, вы сможете сделать их отладку более легкой. Итак, итак, итак. Первая подглава. Называется общие вопросы отладки. Покойная Грейс Хоппер, контр-адмирал ВМС США и один из авторов языков Кобал, утверждает, что слово БАК появилось в программировании во времена первого крупного цифрового компьютера Mark I. Разбираясь с причинами неисправности компьютера, программисты нашли в нем крупного мотылька, замкнувшего какую-то цепь. С тех пор... С тех пор... Вину за все компьютерные проблемы стали сваливать на насекомых. Вне программирования слово БАК уходит корнями, по крайней мере, во времена Томаса Эдисона, который использовал его уже в 1878 году. Забавное слово БАК вызывает в воображении подобные образы. Тут нарисован ЖУК. В переводе с английского БАК это вроде бы ЖУК. Было вроде бы раньше. Однако, на самом деле, программные дефекты не организмы, проникающие в код, если его забыли обработать пестицидами. Это ошибки, допущенные программистами. А результаты ошибок обычно похожи не на предыдущий рисунок, а предыдущий рисунок был ЖУК, а на подобную записку. И тут такая вот записка. От кого? Босс. Кому? Вам. Тема. Работа. Как и тестирование, сама по себе отладка не служит для повышения качества программного обеспечения. Это способ диагностики дефектов. О качестве нужно заботиться с самого начала работы над программой. Лучший способ создания качественной программы заключается в тщательной выработке требований, грамотном проектировании и применении высококачественных методик кодирования. Отладка это средство для крайних случаев. Различия в эффективности отладки. Зачем же вообще обсуждать отладку? Разве не все программисты умеют отлаживать программу? Да блин, ну где это 13 убежище? Ну елки-палки. Ну реально, ну как мне в него попасть? Брух. Так, ладно, идем дальше. Так вот, разве не все программисты умеют отлаживать программы? А как оказалось, не все. Так, 11 число, а сейчас какое седьмое? Ну давайте поохраняю. Так вот, увы, не все программисты умеют отлаживать программу. Исследования показали, что опытным программистам для нахождения тех же ошибок требовалось примерно в 20 раз меньше времени, чем неопытным. Более того, некоторые программисты находят больше дефектов и исправляют их грамотнее. Не понял. Я готов, пошли. Так, на рейнджеров. Ну и че? Так, так, так. Так. Блин, че-то не понял, в чем проблема? И че делать? Тупняк какой-то. Надо, наверное, с каждым рейнджером поговорить и сказать, типа, я там такое-то, да, все хорошо. Так, ладно. Так вот, вот и результаты классического исследования, в котором профессионал и программист, в котором профессиональных программистов, обладающих минимум 4-летним опытом, попросили отладить программу с 12 дефектами. И тут у нас такая табличка, в которой написано. Среднее время отладки в минутах. Итак, 3 самых быстрых программиста, среднее время 5 минут. 3 самых медленных программиста, среднее время 14 минут. Дальше. Среднее число не обнаруженных дефектов. Так вот, 3 самых быстрых программиста обнаружила, точнее не обнаружила 0,7 дефекта, а 3 самых медленных программиста не обнаружило 1,7 дефектов. И среднее число новых дефектов, внесенных в код при исправлении имеющихся дефектов. 3 самых быстрых программиста это 3,0, это среднее число, и 3 самых медленных программиста 7,7. 3 самых лучших в отладке программиста смогли найти дефекты примерно в 3 раза быстрее и внесли в код примерно в 2,5 раза меньше дефектов, чем 3 худших. 3 самых лучших программист обнаружил все дефекты и не внес во время исправления новых. Самый худший не нашел 4 из 12 дефектов, а при исправлении 8 обнаруженных дефектов внес в код 11 новых. Но ставить точку рано. После первого раунда отладки в коде самых быстрых программистов все еще остались 3,7 дефектов, а в коде самых медленных 9,4 дефектов. Ни одна из групп не довела отладку до конца. У Стива Маконова возник вопрос, что случится, если экстраполировать данные этого исследования на дополнительные циклы отладки? На дополнительные циклы отладки. И его результаты не являются статически надежными, но все же они интересны. Применив те же показатели обнаружения и некорректного исправления дефектов к дополнительным циклам, он выяснил, что для снижения показателя необнаруженных дефектов до уровня 0,5 дефекта самой быстрой группе понадобилось бы в общей сложности 3 цикла отладки. Для снижения показателя обнаруженных дефектов до уровня 0,5 дефекта самой быстрой группе понадобилось бы в общей сложности 3 цикла отладки, а самой медленной 14. Если даже учесть, что время выполнения одного цикла отладки этими группами различается почти в 3 раза, мы получим, что самой медленной группе для полной отладки своих программ потребовалось бы в 13 раз больше времени, чем самой быстрой. Аналогичные крупные различения в эффективности отладки показали и другие исследования. Эти данные не только сообщают нам кое-что об отладке, но и подтверждают главный закон качества контроля программного обеспечения. Это повышение качества программы снижает затраты на ее разработку. Лучшие программисты обнаружили больше дефектов за меньшее время и исправили их более корректно. Нет нужды выбирать между качеством, стоимостью и быстротой. Они идут рука об руку. Дефекты как возможность обучения. О чем же говорит наличие дефекта? Если исходить из того, что наличие дефекта в программе нежелательно, это говорит о том, что вы не полностью понимаете программу. И это тревожит. Все-таки, если вы написали программу, она должна делать то, что вам нужно. Если вы не до конца понимаете свои указания к компилятору, еще чуть-чуть и вы просто начнете пробовать все, что придет в голову, пока что-то не сработает. То есть начнете программировать методом проб и ошибок. А раз так, то дефекты неизбежны. Вам не нужно учиться исправлять дефекты. Вам нужно знать, как их избегать. Падла, не трогай собаку. Однако, люди несовершенны. И даже прекрасные программисты иногда допускают промахи. В таких случаях ошибки предоставляют отличные возможности узнать много нового. Узнать много нового. Например, вы можете сделать все, что описано ниже. Ну и сейчас я это все зачитаю. Так, все чисто, вперед. Ну погнали. Так, изучить программу, над которой работаете. Наличие дефекта указывает на то, что вы должны лучше изучить программу, потому что, потому что, если бы вы уже отлично ее знали, в ней бы не было бы дефектов. Вы бы их уже исправили. Изучить собственные ошибки. Все дефекты вашей программы лежат на вашей совести. Не каждый день у вас появляется такая прекрасная возможность. Лучше узнать собственные недостатки. И грех ее не использовать. Обнаружив ошибку, спросите себя. Как и почему вы ее допустили? Как вы могли найти ее быстрее? Как ее можно было бы предотвратить? Содержит ли код другие подобные ошибки? Можно ли исправить их до того, как они приведут к проблемам? Изучить качество своего кода с точки зрения кого-то, кому придется его читать. Чтобы найти дефект, вы должны прочитать свой код. Это даст вам прекрасную возможность критически его оценить. Критически оценить его качество. Легко ли его читать? Как можно было бы его улучшить? Используйте полученные знания для рефакторинга имеющегося кода. Или для улучшения кода, который вы будете писать позже. Так, кто это такие? Блин, на стычку между фермером и остатками... А, это остатки армии повелителя. Блин, а как мне их убивать? Вот они вот так вот стоят. Если я буду стрелять, я же всех задену. Так, ладно, идем дальше. Изучить используемые способы решения проблем. Чувствуете ли вы уверенность, обдумывая свой подход в отладке? Работает ли он? Быстро ли вы находите дефекты? Может ли ваш подход к отладке неэффективен? Чувствуете ли вы тоску и огорчение? Не отлаживаете ли вы программу, опираясь на случайные предположения? Нужно ли как-то улучшить процесс отладки? Если учесть объем времени, уходящего на отладку во многих проектах, анализ вашего способа отладки определенно не будет пустой тратой времени. Трата некоторого времени на анализ и изменение процесса отладки может оказаться самым эффективным способом сокращения общего времени разработки программы. Дальше нужно изучить используемые способы исправления дефектов. Кроме способа повышения поиска дефектов, вы можете изучить и свой способ исправления. Используя операторы GoTo и частные случаи, устраняющие симптомы, но не проблема. Или вы вносите системные исправления, точно определяя и устраняя причины проблем. Выше сказанное позволяет сделать вывод, что отладка обеспечивает программистам благоприятные возможности для самосовершенствования. Да елки-палки, как я попадаю в эту корову? Так, благоприятные возможности для самосовершенствования. Именно отладка является перекрестком всех дорог, конструирования, удобочитаемости, качества проекта кода и так далее. Именно на этапе отладки окупается создание хорошего кода. Особенно если его качество редко заставляет прибегать к отладке. Так, и тут, и тут, и тут идем дальше. К сожалению, в вузах почти никогда не рассматриваются принципы отладки. Возможно, вы прослушали пару пар специальных лекций, но, скорее всего, на этом все и закончилось. Стив МакКоннелл никак не может пожаловаться на качество полученного образования, но и в его случае рассмотрение отладки ограничилось советом. Для нахождения дефектов включайте в код команды печати. Это неадекватный уровень. Вот падла, коров убивает. Ладно, сейчас разберемся. Это неадекватный уровень. Если образовательный опыт других программистов похож на опыт Стива МакКоннелла, им приходится изобретать концепции отладки заново. Какая это трата сил и времени? Руководство дьявола по отладке. В свое время Данте отвел нижний круг ада самому сатане. Но с тех пор кое-что изменилось. И сейчас сатана охотно делит нижний круг с программистами, не умеющими эффективно отлаживать программу. Он мучает программистов. Заставляя их отлаживать программы с использованием популярных принципов из следующего списка. И сейчас этот список, он небольшой, зачитаю. Так, поиск дефектов, основанный на гадании. Не понял, а что не могу стрельнуть. Не понял, не понял. А. Так. Для нахождения дефекта разбросайте по программе случайным образом команды печати и изучите выходные данные. Если при помощи команд печати найти дефект не получается, попробуйте изменить тот или иной фрагмент. Может что-то и сработает. Не сохраняйте первоначальный вариант программы. И не регистрируйте внесенные изменения. Но если вы точно не знаете, что делает программа, программирование становится более увлекательным. Запаситесь колой и леденцами, потому что вам придется проверить перед монитором всю ночь. Ну, это поиск дефектов, основанный на гадании. Следующий способ. Тщательный анализ проблемы. Это пустая трата времени. Скорее всего, проблема тривиальная. И ее не нужно полностью понимать, чтобы исправить. Достаточно ее найти. Но это те способы, да. Это руководство дьявола по отладке. То есть, два способа я уже зачитал. Третий. Третье руководство. Исправление ошибок самым очевидным образом. Обычно можно просто устранить специфические симптомы проблемы, а не тратить время на внесение крупного амбициозного исправления, которое может затронуть всю программу. И вот здесь такой пример. x равно, вызывается функция, compute, передается параметр, какой-то там параметр y. Так вот, так вот. Если y равно 17, то x равно 25, какое-то значение. Так вот, фишка в том, что если y равно 17, то метод compute не работает. И это все исправляется. То есть, какой тут вывод? Зачем анализировать метод compute в поисках причин непонятной проблемы со значением 17? Если можно просто написать частный случай в очевидном месте. То есть, если y равно 17, значит, мы меняем этот y. И все хорошо. То есть, мы не лезем в метод compute и не исправляем его. Вот я не понимаю, как я могу попадать в эту долбанную корову. Так, суеверная отладка. Сатана выделил часть ада программистам, которые отлаживают программы, опираясь на суеверие. В каждой группе есть хотя бы один программист, бесконечно сражающийся с демоническими компьютерами, таинственными дефектами компилятора, скрытыми дефектами языка, которые проявляются только в полнолунии. Плохими данными, утратой важных изменений, заколдованным текстовым редактором, который неправильно сохраняет программу. Дополните этот список сами. Это и есть суеверное программирование. Если написанная вами программа не работает, ошибка лежит на вашей совести. Компьютер и компилятор ни в чем не виноваты. Программа не делает каждый раз что-то иное. Она не писала сама себя. Ее написали вы. Так что не уходите от ответственности. Даже если ошибка поначалу кажется не вашей, в ваших интересах полагать, что справедливо обратно. Это предположение помогает в отладке. Ожидаемый эффект обнаружить в коде трудно, если вы полагаете, что ошибок в вашем коде нет. Найти их еще труднее. Допуская вероятность того, что ошибка является вашей, вы будете вызывать большее доверие. Если вы утверждаете, что ошибся кто-то другой, ваши коллеги подумают, что вы тщательно проверили свой код. Предполагая, что виновником проблемы являетесь вы сами, вы можете избежать неловких ситуаций, связанных с публичным признанием вины, которую вы первоначально отвергали. Так, блин, вот это перебили коров. Главное, чтобы собаку не убили. Только я сказал, этот мудила стреляет в собаку. Вот собака так стала неудобно. А, там еще одна. Блин. Блин, я сейчас задохну, походу. Двадцать шесть жизней осталось. И что? Не, собака вроде жива. Жива, жива. Так, надо подлечиться. Итак, поиск дефекта. А что, у меня нет вот этих крутых? Нету, ладно, вот это. Вот это, вот это, вот это. Нифига себе уровень отравления. Так, так, идем. Так, поиск дефекта. Отладка включает поиск дефекта и его исправление. Поиск дефекта и его понимание обычно составляет 90% работы. К счастью, существует более эффективный, подход к отладке, чем к гаданию. И, чтобы его применить, совсем не нужно заключать договор с дьяволом. Так, договор с дьяволом. Вот, вот, ну не трожь ты собаку. Вот, мудака. Отладка программы, основанная на размышлении о проблеме, гораздо эффективнее и интереснее, чем отладка с использованием глаз тритона и помета летучей мыши. Допустим, вам нужно раскрыть тайну убийства. Тайну убийства. Что оказалось бы интереснее, обойти дома всех жителей района, проверяя их алиби, или найти несколько улик и опираясь на них установить убийцу. Большинство людей предпочло бы второй вариант. Поэтому вполне логично, что у программистов большей популярностью используется интеллектуальный подход к отладке. Лучшие программисты, отлаживающие программы в 20 раз быстрее, чем их менее квалифицированные коллеги, не гадают, как исправить дефекты. Они используют научный метод. Основанный, то есть основательный процесс анализа и доказательства. Итак, научный метод отладки. Классический научный метод включает следующие этапы. Чем ему собака не угодила, я не понимаю. Он только собаку и бьет. Надо, короче, как-то валить отсюда. Вот так. Пусть собака идет ко мне. Так. Итак. Этапы научного метода. Сбор данных при помощи повторяющихся экспериментов. Первый этап. Второй этап. Формулирование гипотезы, объясняющей релевантные данные. Третий этап. Разработка эксперимента, призванного подтвердить или опровергнуть гипотезы. Четвертый этап. Подтверждение или опровержение гипотезы. Пятый этап. Повторение процесса в случае надобности. Научный метод имеет много аналогов, используемых при отладке. И ниже описан эффективный метод поиска дефектов. Итак. Первое. Стабилизация ошибки. Второе. Определение источника ошибки. И в этом втором есть пункты А, Б, С, Д. Так вот. Пункт А. Сбор данных, приводящих к дефекту. Пункт Б. Анализ собранных данных и формулирование гипотезы, объясняющей дефект. Пункт С. Определение способа подтверждения или опровержения гипотезы, основанного на или на тестировании программы, или на изучении кода. Пункт Д. Подтверждение или опровержение гипотезы при помощи процедуры, определенной в пункте С. Дальше. Ну, это были подпункты. Дальше у нас идет третий такой пункт. То есть, был 1, 2, а это третий. А это были подпункты А, Б, С, Д. Так вот, третий пункт. Исправление дефекта. Четвертый. Тестирование исправления. Пятый. Поиск похожих ошибок. Первый этап этого процесса аналогичен первому этапу научного метода. В том смысле, что оба они основаны на повторяемости. Диагностика дефекта облегчается, если его стабилизировать. То есть, обеспечить его надежное возникновение. Второй этап основан на этапах научного метода. Вы собираете тестовые данные, приводящие к появлению дефекта. Анализируете эти данные и формулируете гипотезу об источнике ошибок. Ошибки. Затем вы проектируете тест или инспекцию и оцениваете гипотезу, после чего празднуете успех. Если гипотеза подтверждается. Или начинаете поиск источника ошибки с самого начала. Подтвердив гипотезу, вы исправляете дефект. Тестируйте исправление и ищите в коде подтверждения ошибки. Если дефект проявляется не всегда, его почти невозможно диагностировать. Перевод несистематического дефекта в ряд предсказуемых один из самых сложных аспектов отладки. Непредсказуемые ошибки обычно связаны с инициализацией, расчетом времени или с зависшими указателями. Если сумма иногда вычисляется правильно, а иногда неправильно, это вероятно объясняется тем, что одна из переменных не инициализируется. И просто получает в большинстве случаев нулевое значение. Если вы столкнулись со странной непредсказуемой проблемой при обработке, при работе с указателями, почти наверняка ее причина не инициализированный указатель. или использование указателя после освобождения соответствующей ему области памяти. Стабилизация ошибки обычно не ограничивается нахождением теста, приводящего к ошибке. Она предполагает упрощение теста до тех пор, пока не будет, получен самый простой тест, все еще приводящий к ошибке. Иначе говоря, тест следует сделать таким простым, чтобы изменение любого его аспекта изменяло поведение ошибки. Затем, тщательно изменяя тест и наблюдая за поведением программы в контролируемых условиях вы можете диагностировать проблему. Если в вашей организации есть независимая группа тестирования, упрощение тестов иногда можно поручить ей, но в большинстве случаев это ваша работа. Для упрощения теста также следует использовать научный метод. Допустим, вы определили 10 факторов, комбинация которых приводит к ошибке. Сформулируйте гипотезу о том, какие факторы нерелевантны для возникновения ошибки. Измените эти факторы и выполните тесты еще раз. Если ошибка никуда не исчезает, вы можете упростить тест, исключив эти факторы. Затем вы можете сделать тест еще проще. Если ошибка больше не возникает, значит вы опровергли конкретную гипотезу и получили дополнительные сведения о проблеме. Возможно, другие изменения все еще будут приводить к ошибке. Но теперь вы хотя бы знаете одно конкретное изменение, после внесения которого ошибка исчезает. После которого ошибка исчезает. Так, 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 так. Ну и дальше у нас тут идут советы по поиску причин дефектов под главы такие. Ну, в принципе, довольно-таки глава большая. Поэтому, поэтому, значит, на сегодня все. Вот так вот. Значит, это в следующий раз продолжим. Продолжим. Ну, а на сегодня все. Я тут еще пять сек поиграю, но надо, короче, этих добить. и закончим. И закончим. Блин, такая проблема, конечно, с этим убежищем. Никак найти его не могу. Так, собака там хоть живая. Будет прикол, если собака умерла. Это будет неприятно. вторая собака уже. Это, по-моему, такая, ну, классная собака на самом деле. Мышей ловит там крыс. Хотя не очень. Я так подумал, она не может найти 13 убежище. А могла бы помочь с этим. Так, я же взял новый уровень. Это круто. Это круто. Энерго оружие уже 88. до следующего уровня еще 25 тысяч где-то опыта. Много. Можно, конечно, пошариться по пустошам, туда-сюда побегать и поубивать всех и взять уровень. Ну, и что? Это мы, получается, пришли. Хорошо, это мы пришли туда, куда надо. Туда, куда надо, надо здесь побегать может тут кто-то поможет с 13 убежищем. Хотя вряд ли. Тут все наркоманы. Это Реггинг, насколько мы помним, сюда наркоту поставляли для того, чтобы шахтеры короче за эту наркоту добывали по-моему золото. И вряд ли они что-то знают о 13 убежище. так а где это мне бабло надо получить. Где это глава каравана? Сейчас тут что-то они все злые тут. Я им вроде как помог. О! Мне что-то имеешь в виду. Ля-ля-ля. Ага, с одной из семейств Нью-Рин. Так я там всех перебил кстати. Фраза прикольная. мнение не как жопы. Есть у каждого и все воняют. До свидания. Да, здесь еще была фраза такая прикольная. Короче, где-то было типа в мире два типа людей, которые копают у которых оружие и которые копают яму. Что-то такое. Это было, я на эту Голгофу пошел это говорит с лопатой типа на сам копай а я ему отвечаю такой. Но в мире два типа людей у которых у одних оружие а у других лопата которые не копают. что-то такое. Так так что-то расскажи что за слухи. Да никто не захватит я там поперебивал всех. Какая нибудь работа нету. Ладно колодец но я туда уже вроде бы лазил. Вроде бы лазил. Да и тут и тут вроде ничего нету. Ладно пойдем отсюда. 13 убежище как-то нужно найти. А как его найти даже не знаю. Конечно же вы можете что-то порекомендовать но это будет уже запись и к тому моменту когда это видео выйдет скорее всего уже будет поздно либо я уже начну тотально всех убивать либо вообще закончу второй фоллаут ну да ладно короче тогда на сегодня уже все я вряд ли тут побегаю нет времени нужно делать работу поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока